Я изобрел эту формулу сам. Жгучее желание притягивает обстоятельства. Для того, чтобы желание стало жгучим, его надо возгревать. Его надо возгревать. Для того, чтобы его возгреть, тебе нужно делать какую-то внутреннюю работу, воображение. И, допустим, однажды я проводил занятия с одними людьми, которые хотели повысить финансовую эффективность. И я им говорил о нацеленности на повышение, на достижение другого финансового уровня. Человек мне, допустим, один человек, всегда есть люди, которые конфликтно относятся к тому, что ты учишь. Один человек, допустим, говорил мне какие-то свои вещи, и я ему говорил о необходимости представить, визуализировать. И говорю, ну, например, дом. Он говорит, я хочу дом. Я говорю, например, дом. Какой твой дом? Он говорит, в каком смысле какой? Я говорю, ну, как он выглядит? Какая разница, как он выглядит? Я хочу дом. И я говорю, слушай, ну, знаешь что? Я знаю, я, допустим, тот дом, какой хочу, не построил, но я знаю, как он выглядит. Он говорит, как? Я говорю, ну, так вот, у меня там есть 4 гектара земли, да, озеро, лунная дорожка без белого песка, который едет мимо сосен. На берегу белое плато такое, огромная, ну, стоянка перед огромным стеклянным витражом. Ты заходишь в этот витраж, спускаешься полэтажа вниз, и открывается вид на озеро. С левой стороны спальни, с правой стороны комнаты для гостей. Ну, я рассказываю свое представление, допустим, о своем доме. Я описываю в деталях, он так слушает это все. Я когда увидел, что он заслушался, говорю, стоп, это мой дом. А какой твой? И он в конце говорит, ах, какая разница какой, денег-то все равно нет. Воображение. Все рождается дважды, вначале вот здесь. Очень сильная человеческая способность, воображение. Следующая способность, вернее, следующая составляющая. Свободная воля. Воля. Свободная воля. Что значит свободная воля? Есть кто-то в этом зале, кого заставили сюда прийти? Учитывая, ну, стоятельства. Учитывая то, что вход платный, вы не только сюда пришли сами, да? Вы еще заплатили за то, чтобы здесь быть. И у меня особая ответственность по этому поводу перед вами. Я должен быть адекватным тому, что вы затрачиваете, платите цену. И важная цена не те деньги, которые вы заплатили, часы, которые вы тратите на нахождение в этом зале. Единственный ресурс, который не восстанавливается, это время. Я один. У нас, ну, тут, наверное, 150 человек. Это означает, что мы занимаемся 10 часов, да? 150 на 10, это 1500 человеко-часов. То есть это очень важно, что сейчас происходит. И то, что вы здесь находитесь, это ваша свободная воля. Бог не узурпирует свободную волю человека. Следующая составляющая выбора – это совесть. 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 У каждого из нас она есть, правда ведь? Происходит это вот как. Мы ложимся спать и думаем, ну, нет, все-таки я правильно поступил, да. Ну, понятно же, что я прав, да. И вообще так ему и надо. И вообще я сейчас буду спать. И вообще что-то не спится. Че не спится, я же прав. Непонятно, че не спится. Вроде как и прав, а не спится. Это и есть совесть, да. Всевышний заложил в нас специальный инструмент, чтобы мы, ну, как бы, размышляли над своими поступками, действиями, над своей жизнью. Это четыре составляющие выбора. Зачем я вам рассказал про выбор и зачем я вам рассказал про его составляющие? У меня есть точная цель. Я хочу вам что-то конкретное объяснить. Однажды на мои занятия ходил один молодой человек. Ну, такой парень, сейчас он состоялся, уже серьезно развился. Я очень рад, что я помог ему вырасти, да. И он был таким учеником, искренним и открытым. И он многие мои идеи хватал и сразу же говорит, слушай, все, я буду это делать. И одна из его идей была, ну, как бы, когда я ему рассказал, что у него есть выбор, и я спрашивал, что тебе больше всего не нравится в твоей жизни? Он говорит, ну, я вот все время раздражаюсь. Я вот раздражаюсь и просто люди меня раздражают. Может, кому-то это известно, да. Такое бывает, что люди раздражают. Он говорит, меня все раздражают. И я говорю, смотри, когда ты раздражаешься, у тебя есть самосознание или самоанализ. Ты можешь заметить, что ты раздражаешься, да. То есть, заметить это в тот момент, когда это происходит. Поставить себе за цель замечать это для начала. Ты замечаешь, да. Потом следующее, например. Ты раздражаешься по поводу какой-то конкретики, которая происходит. Вот, например, я частенько раздражаюсь, ну, такое бывает, по поводу жены, да. Ну, такое бывает. Я прихожу и думаю, сидела целый день дома. Анекдот по этому поводу. Приходит муж домой. Приходит муж домой. Заходит, что-то так на пороге, прямо с порога все уваляется. Заглядывает в одну комнату. Там бардак. Кошка в аквариуме. Дети там друг друга лупят. Посудой завалена вся кухня. Он заглядывает в комнату. Жена возле телевизора сидит. Он напуганно говорит, дорогая. Что случилось? Он говорит, а? Что? Что случилось? А что случилось? Вот это. Что случилось? Ой, да ничего не случилось. Просто я сегодня решила делать то, что ты всегда говоришь. Говорит, да? А что я говорю? Ой, да решила ничего не делать. То есть я иногда раздражаюсь на жену, потому что он целый день дома сидел, да? Если она меня на пару часов с Тимошей оставит с моим сыном, я думаю, ой, бы на работу убежать быстрее. Позаниматься серьезным мужским делом. И, допустим, ты раздражаешься, раз заметил это, да? Что людям, допустим, не дает возможность успокоиться. Ты оцениваешь все со своей позиции, да? Мы с вами говорили на предыдущем уроке, по-моему, что каждый имеет право на ошибку, как и я сам, возможно, могу ошибаться. Да? Продолжение следует...